Лет. Наташа, что про круизы скажешь? А давайте, Таня, ответим на вопрос вот нашим гостям. Давай, у нас осталось 7 минут, мы успеем. О, давайте. Ну, замута такой, слушайте, не только про круизы, но и про компании с путешествиями. Что я про них скажу? Посмотрев их возможности внутри, я вижу, что это просто использование денег огромного количества людей. И как и любая система с бинарами, с квадро-бизнес-планами, с всевозможными матрицами, это система, которая дает возможность получить вознаграждение за бизнес в такой компании только за счет прихода новых людей. А поиск новых людей считается в бизнесе самой неприятной частью этого бизнеса. То есть вы заведомо не любите искать людей, вам наврали, что найди двух людей и будет тебе счастье. Вы пришли в компанию, где надо найти двух людей, вы их нашли, а вам говорят, и так бесконечно, мой друг. И никогда ты не остановишься и вперед из песни. Слушайте, если человек не умеет копить по 100 долларов на путешествие своей мечты, ну даже если он мало зарабатывает, он лошара. И за его деньги съездят еще 10 человек, которые вообще создают эти системы. Это раз. Второе. Посмотрите, какому риску подверглась компания. Не взначай, просто потому что пришел коронавирус и пандемия. И когда возобновятся эти круизы, и когда возобновятся компании с путешествиями, до хрена его знает когда. Ну сидите, ждите. Сидите, ждите. Знаете, я разговаривала с одним парнем из Праги, он говорит, но деньги-то, не важно, что нет путешествий, но деньги-то хотят люди зарабатывать. Я говорю, ты вообще больной, зомби-ящик. Проснись, говорю, посмотри вокруг себя. Ты был гидом в Праге, и ты не можешь себя обеспечить теперь едой, куском хлеба, понимаешь? Потому что нет экскурсий в Праге у тебя. И ты мне говоришь с человеком, который 20 лет изучает индустрию, который тебе просто не по зубам. То есть, ну, слушайте, давайте возьмем 100 человек, кому нужны круизы. Ну дай бог одному, я вас уверяю в этом. Я человек, который неоднократно была в круизах, это самое противное путешествие из всех, которые я испытала в своей жизни. А я посетила больше 35 стран, чтобы вы понимали. Самое мерзкое путешествие – это круизы на кораблях. И ничто бы меня не заставило на него залезть еще раз. Ну, вот как бы это мое мнение. А воду пьют все, и я буду работать с тем, что нужно каждому человеку каждый божий день. Ну что, Танюш, давай до следующего эфира. Спасибо всем тем, кто там с нами сегодня в онлайн, прям в режиме был. И думаю, что я и передам привет всем тем, кто будет смотреть нас в записи. Ждите нашего следующего прямого эфира. Пишите нам в директ, хотите ли вы его поскорее. Мы можем это делать чаще. Можем прям сказать, что пишите в комментариях под этим постом вопросы к следующему эфиру. Конечно, да. И мы разберем то, что интересно вам из нашего бизнеса, из нашей компании. Всем пока. Спасибо, Наташа. Все, всем пока. Пока-пока. Счастливо.